В Кировской прокуратуре отчитались о работе за 2017 год. На сегодняшний день здесь работают 6 человек, каждый из которых отвечает за свои направления надзора. Самое интересное из их отчетов в материале Марии Савохиной. В 2017 году в Кировском районе самым распространенным видом преступления были кражи. Отмечается снижение количества преступлений, совершенных в общественных местах. Но возросло их число на улицах города. На фоне снижения тяжких и особо тяжких преступлений на 1,4% обращает на себя внимание рост убийств. Так, в январе-феврале 2017 года Кировск захлестнула череда убийств. За короткое время на территории города Кировска было совершено 5 убийств, одно из которых до настоящего времени не раскрыто. Для сведения, по состоянию на 5 февраля 2017 года всего убийств в Мурманской области было зарегистрировано 12. В Кировске 5. То есть фактически 50% на эту дату убийств было совершено в городе Кировске. Этот факт стал ключевым для серьезной прокурорской проверки работы полиции. Были приняты серьезные меры, в результате которых с февраля по декабрь не было совершено ни одного убийства. Наиболее строгим видом наказания в 2017 году, которое было назначено судом, является лишение свободы сроком на 9 лет и 6 месяцев за совершение убийства. Кроме того, в 2017 году прокуратура города поддержана государственным обвинением по 12 уголовным делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков в отношении 12 лиц. По итогам рассмотрения судом были вынесены обвинительные приговора. Сроки назначенных наказаний варьировались от 3 до 8 лет лишения свободы с отбывания наказания в колонии строгого режима, в колонии особого режима. Выявлено много нарушений в деятельности управляющих организаций по фактам недодлежащего содержания имущества многоквартирных домов. А вот что касается капремонтов, то в этом вопросе все не так плохо. В отличие от многих муниципалитетов, на территории города Кировска функции заказчика по капитальному ремонту выполняет администрация города Кировска. Практически мы являемся передовиками по данному направлению. Следует отметить, что при передаче функции технического заказчика улучшилось качество выполняемых работ. Кроме того, в 2017 году по четырем видам работ закончена работа в установленные договорами сроки, что в принципе не отмечается ни в 2015, ни в 2016 году. Это очень положительный момент, который удалось достигнуть благодаря активным мерам реагирования в прокуратуру, которые принимались ранее к подрядчикам. По двум домам трудовые отношения с подрядчиками пришлось продлить. Они не успели выполнить работы в полном объеме из-за плохих погодных условий и позднего заключения договора. Рассмотрение жалоб и обращений граждан также является одним из приоритетных направлений работы надзорных органов. В силу разных причин жители города не всегда могут отстоять свои права в суде. В этом случае им помогают сотрудники прокуратуры.